Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию разбор статьи из публикации за апрель месяц 2022 года. Тема статьи «Служите ли вы для других примером в речи?». Данная статья изучается на неделе с 6 по 12 июня 2022 года и основана на стихе 1 Тимофею 4.12. «Будь образцом для верных слов в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эта статья в целом полезна. Мы отметили одно примечание, ну а в остальном будем краткими. Кто предпочитает оригинал, тот сможет найти и прочесть его на официальном сайте или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем приводить из синодальной Библии. Способность говорить – это дар нашего любящего Бога. С самого появления на свет первый человек, Адам, был способен облекать свои мысли в слова, чтобы общаться с Небесным Отцом. Он даже мог сам придумывать новые слова, давать имена животным и говорить с Евой, ставшей его женой. Это известно из бытия 2 главы 19, 22 и 23 стихов. Но вскоре даром речи стали пользоваться неправильно. Дьявол обманул Еву, и эта ложь привела людей ко греху. Читаем об этом в бытие 3 главу с 1 по 4 стихи. Потом Адам обвинил Еву и даже Иегову в своих собственных ошибках. Смотрим бытие 3 главу 12 стих. Каин солгал Иегове после убийства своего брата Авеля. Открываем бытие 4 главу 9 стих. Вплоть до наших дней среди взрослых и детей в речь вплетаются и оскорбления, и мат, и пошлости, и глупости, и т.д. Словом, низкопробная речь стала обыденной, что говорит о нравственной деградации современного общества. Христиане вышли из мира сатаны, и потому они хорошо знакомы с неприличной речью. Если не контролировать свою речь, пошлости, грубости, ругательства и т.д. могут проскальзывать у всех нас. Так как мы должны пользоваться даром речи по назначению для прославления Бога, нам нужно не только избегать сквернословия, но и восхвалять Иегову. Давайте обсудим, как это делать. Во-первых, в служении, во-вторых, на встречах собрания и, в-третьих, в повседневных разговорах. Под заголовок «Егове не безразлично, о чем и как мы говорим». Как мы знаем из Малахии 3.16, Егова слышит, о чем говорят люди, и по словам определяет их сущность. Что у человека в сердце, о том он и говорит, согласно Матфея 12.34. Тех, кто почтительно говорит о Боге, Иегова заносит в свою книгу жизни, чтобы подарить им вечную жизнь в новом мире. Хотя в речи важно прежде всего содержание, однако и формы выражения своих мыслей и манеры обращения важны для служителей Иегова. Если мы говорим высокомерно, например, или напористо, или умничаем, нас неприятно слушать независимо от содержимого нашей речи. Грубость и заносчивость – эти манеры не для свидетелей Иеговы. Мы должны быть скромными, вежливыми и деликатными. Потому как мы говорим, в нас могут узнавать служители Бога. Но что, если на христианских встречах и в служении мы – сама любезность, а в общении с близкими людьми, когда нас никто не видит, мы грубы и не сдержаны? Будет ли Иегова доволен нами в таком случае? Ясно, что нет. Как об этом сообщается в 1 Петра 3 глава 7 стих. Поэтому каждый служитель Иеговы должен учиться говорить приятно, приправляя свои слова солью и врачевством. Всегда, везде и со всеми. Используя в полном мере совет из притч 12 главы 18 стиха, Колоссянам 4 главы 6 стиха. Также вы можете посмотреть на эту тему видеоролик о силе слов. Подсказка в правом верхнем углу. Подзаголовок «Служение». Говорить нужно всегда с добротой и уважением, даже если вас провоцируют на конфликт. Например, Иисуса обвиняли во многом – и в обжорстве, и пьянстве, и, мол, он сообщник дьявола, и богохульник и т.д. Все эти обвинения записаны в Матфе 11 главе 19, 26 главе 65, Луки 11 главе 15 и Иоанна 9 главе 16 стихах. Но Иисус не отвечал на эти обвинения грубостью. Поэтому, когда оскорбляют и нас, нам нужно вести себя, как Иисус, и никогда не отплачивать той же монетой. Следуя, советую с 1 Петра 2 главы с 21 по 23 стихи. Конечно, сдерживаться не всегда легко. Ну, а причины описаны в Акова 3.2. Что же нам поможет? Первый совет. Не раздражайтесь. Не всегда собеседник раздражается на слова истины. Чаще всего люди сердятся, если мы, например, говорим с ними в неподходящее время, или у них что-то стряслось, им не до нас. Или бывает, что человек просто так воспитан, как и все мы были не очень хорошо воспитаны, когда жили в гуще мира дьявола. Поэтому, если при попытке заговорить о Библии на нас раздражаются, самое лучшее – это коротко молиться, чтобы Иегова помог сохранять спокойствие и не вспылить, понимая, что перед нами человек, который может стать учеником Христа, если ему привить интерес к Слову Бога. Второй совет. Повышайте свое учительское мастерство. Улучшать свои навыки в беседах с людьми не помешает даже опытным проповедникам. Открываем 1 Тимофею 4.13. А как мы можем стать более умелыми учителями? Нам нужно хорошо готовиться к служению, подбирать подходящие темы по возрастным категориям или местным потребностям. Это поможет нам меньше волноваться, говорить увереннее и приобретать опыт христианской речи. Под заголовок «Встречи-собрания». Если мы даем продуманные ответы и поем песни хвалы Иегови, ему приятно слышать нас. Это мы знаем из Псалма 21-23 стиха. Если кому-то неловко делать это в присутствии других, четыре простых совета может вам пригодиться. Первый совет. Пойте от всей души. Когда вы поете, сосредоточивайтесь на том, что вы прославляете Иегову, а не выступаете на сцене и не планируете произвести впечатление на других. Это поможет избавиться от неловкости. Второй совет. Репертируйте песни дома. Это поможет лучше петь навстрече. Третий совет. Регулярно участвуйте в обсуждении, готовясь заранее. Ораторами не рождаются. Ими становятся. Приобретение навыка «Отвечать без стеснения» формируется только в процессе обсуждения. Если не давать комментарии на встречах, то навык давать комментарии не сформируется никогда. Четвертый совет. Старайтесь готовить только полезные комментарии. Если комментарии полезны, то цель непременно донести его пересилит застенчивость. Под заголовок «Повседневные разговоры». Всегда и в любых обстоятельствах повседневной жизни мы должны избегать пренебрежительной и оскорбительной речи, сарказма, сквернословия, колкости и т.д. Того, что задевает чувства других «Я скверняю чистоту речи». И так мы будем следовать совету из Ефесианом 4.32. Также следует избегать необдуманных и неуместных слов, которые могут ранить как мечом, и быть образно уксусом на рану. Смотрим тексты притча 12 главу 18 и 25 главу 20 стихи. Также, вместо критики, негатива или жалоб, старайтесь чаще укреплять и подбадривать других своими словами. С теми, кто поднимает настроение, всегда говорить приятнее. Это известный из Ефесианом 4.29. Также подробно мы об этом говорили в видео 1.45. Можете посмотреть, кому интересно. Также, всегда, всем и везде говорите правду. Иегове – отвратительные нечестные люди. Он ненавидит лживый язык. Приводится цитата из притчей 6 главы 16 и 17 стихов. Если правда неуместна для какой-то ситуации, к примеру, собеседник не сможет ее правильно оценить и принять к сведению, тогда лучше молчать, как молчал в таких ситуациях Иисус, вместо того, чтобы немного приврать. Можете сравнить такие тексты, как Матфея 7 глава 6 и 26 глава 63 стихи. Иногда можно ограничиться не всей правдой. Не стоит выкладывать всю информацию, например, в случаях, когда это опасно для чьей-то жизни, когда в вашей информации ищут повод, чтобы причинить вред вам или другим, когда не все смогут вместить какую-то правду, когда она причинит страдания другим или является стартом для раскрытия чего-то важного. Можете сравнить такие тексты, как Матфея 10 глава 16, Иоанна 7 глава с 8 по 10, 11 глава 11, 16 глава 12, и 2 Коринфянам 11 глава 12 стихи. Наше примечание. Авторы общества «Сторожевой башни» считают полуправду или недосказанность грехом. Например, Христа, который говорил не всю правду, а ровно столько, сколько могли вместить слушающие, и тем, кому информация могла принести пользу, показывает, что полуправда или недосказанность вполне допустима для ряда ситуаций, перечисленных выше. Да и в самом обществе тоже пользуются методом полуправды, например, на судах в России. А вот если мы что-то недоговариваем с целью скрыть какой-то свой неправильный поступок или грех ближнего, тогда это расценивается как ложь. Также служители Иеговы должны избегать сплетен, то есть принимать и передавать дальше непроверенную информацию о ком-то. Смотрим тексты притчи 25 главу 23, 2 Фессалоникийцам 3 главу 11 и 1 Тимофея 5 главу 13 стихи. Мы живем в мире, где культура общения упала ниже некуда, поэтому нужно прилагать немало усилий, чтобы своей речью радовать Бога. Не забывайте, что способность говорить – это подарок Иеговы, ему не все равно, как мы им пользуемся. Как однажды сказал псалмопевец и записано это в псалме в 18-15 стихе, «Пусть слова наши будут приятны Иегове», чего и себе, и всем вам, дорогие друзья, слушатели и читатели, искренне желаем. Материал был подготовлен свидетелем Иеговы с сайта Ящик Ответов. Спасибо, дорогие, за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok